очень часто выбор камера фона телефона то некий компромисс то есть частенько бывает так что читая обзоры мы видим что телефончик делает прекрасные снимки у него хорошая камера но больше он ничем не примечательно у него допустим посредственное железо или не хватает какого-то функционала и нам приходится выбирать либо мы покупаем более навороченное устройство либо же если нам очень важна камера мы покупаем камера фон но довольствуемся тем железом которое нам предоставляет устройство телефон motorola z2 play позволяет нам избавиться от этих компромиссов потому что вы можете довольствоваться довольно мощным железом с хорошим функционалом и в принципе неплохой собственной камеры либо же вы можете докупить модуль для вашей z2 play отбрендованный известнейшим производителем фототехники Hasselblad не совсем понятно все-таки насколько Hasselblad участвовал в производстве данного модуля вполне возможно что motorola просто купила права на использование но хочется верить что этот именитый производитель все-таки приложил руку при производстве данного модуля сейчас я вам буквально покажу как вся эта конструкция выглядит каким образом управляется а потом мы перейдем уже к сравнению фото и видео которые получаются при использовании внутренней камеры и вот этого модуля давайте попробуем сделать буквально один кадр живьем так сказать фото и сфотографируем на встроенную камеру и устанавливаем модуль так вот вот таким вот образом что у нас поменялось ну в принципе здесь по меню добавилась единственная вот этот бук буковка h Hasselblad где мы можем выставлять снимать jpeg черно-белый jpeg здесь мы можем также снимать в raw плюс jpeg также мы можем выбрать режимы съемки авто спорт ночной портрет портрет против света ночной пейзаж пейзаж ну пусть остается все как есть давайте сделаем точно также один снимок и вот здесь второе отличие да когда мы фотографируем камера нам дает возможность сразу же либо согласиться со снимком либо его удалить но допустим еще разок снимаем и допустим не понравилось мы нажимаем удалить захотелось нам сфокусироваться немножко в другом месте допустим здесь и вот этот снимок мы уже принимаем вот этим рокером мы можем приближать и удалять здесь у нас десятикратный зум десятикратный зум но естественно достаточно тяжело ему сфокусироваться здесь сблизи ну и плюс кнопочка включение выключение то есть мы можем отсюда его выключить модуль но когда мы нажимаем иконку фотоаппарат он сам автоматически у нас включается то есть опять нажимаем выключается также здесь мы имеем ксеноновую вспышечку в отличие от обычного модуля камеры где у нас двуцветная led здесь вот такой вот очень яркий очень мощный модуль батарейку все это дело кушает довольно бодро то есть если просто фотографировать без вспышки где-то наверное каждые 10 кадров уходит один процент зарядки если использовать вспышечку то заряд убегает у нас значительно быстрее давайте сейчас щелкнем со вспышкой пожалуйста со вспышкой при съемке видео здесь также где-то у нас один процент на минуту записанного видео плюс ко всему если основной модуль камеры у нас снимает как full hd видео 30 и 60 кадров в секунду то модуль has a blood у нас снимает исключительно full hd видео 30 кадров в секунду на вот такое вот ограничение но единственное конечно очень приятно что есть возможность десятикратного увеличения ну что друзья давайте теперь перейдем к ноутбуку где уже подробно познакомимся с примерами фото сделанными как на основную камеру телефона так и на модуль has a blood ну что ж друзья давайте теперь проведем сравнение и посмотрим на примеры фото и видео которые мы получили с основной камеры moto z2 play из дополнительного модуля has a blood теперь посмотрим на примеры фотографий буквально я вам буду показывать их подряд и мы уже в конце подведем некий итог и сделаем так значит начнем отсюда здесь будут представлены фотографии сделанные на основную камеру здесь был вопрос с фокусировкой не хотела камера фокусироваться на ягодках получается что фокус немножко у нас ушел но в общем и целом в принципе неплохо здесь у нас пейзажная съемка если приблизить достаточно неплохая детализация и как мы видим довольно яркие цвета несмотря на то что снято все это в пасмурный день четкая картинка от края до края вот если мы посмотрим очень четко практически весь кадр у нас в фокусе запомните это это очень важно когда мы будем смотреть на аналогичную фотографию от has a blood вы увидите отличия далее тоже пейзажная съемка но немножко вверх тоже достаточно неплохая детализация по всему кадру как мы видим здесь у нас пример съемки ну аля макро можно так сказать все фокусе довольно таки неплохо здесь было очень сложно сфокусироваться основной модуль не хотел это упорно делать но модуль has a blood исправился еще хуже мы это увидим чуть дальше но в общем и целом довольно таки неплохо получилось еще одна пейзажная съемка очень хорошая детализация по всему кадру здесь мы уже будем снимать в помещении с искусственным освещением и будет несколько точек фокусировки здесь такая вот композиция сначала я сфокусировался на грейпфруте потом на хурме потом на мандаринах вот мы смотрим точка фокусировки кадр немножко смазан далее точка фокусировки на хурме кадр четкий вот у нас фокус очень все четко практически нету цифрового шума ну и по качеству фотографий даже в приближении можно сказать что получилось отлично светосильный объектив f1.7 говорит сам за себя можно снимать с маленькими iso 80-100 даже при искусственном освещении здесь . фокусировки было уже на мандарин но тоже все в принципе неплохо бананы здесь . фокусировки была у нас на плодоножке как мы видим снизу фокус уже немножко ушел здесь наоборот фокусировались мы на нижней части вот мы видим в этом ракурсе все хорошо цвета яркие насыщены в общем основная камера нас радует даже при искусственном освещении здесь будет две фотографии с фокусом на первого смурфика и на второго вот он весь в кадре с фокусом все хорошо даже второй смурфик в фокусе здесь обратная ситуация сфокусировались на этом смурфике но и этот смурфик у нас также в фокусе здесь немножко не получилось все таки маленькая лего деталь и несмотря на то что фокусировался на лице котика фокус ушел на хвост но если не приближать кадр то в принципе смотрится нормально здесь мы фокусировались на верхней части ну вот собственно говоря фокус у нас наверху все хорошо здесь я решил проверить цифровой шум как у нас будут в теневых участках между фломастерами и ручками проявляться или не проявляться цифровой шум ну и мы видим что его не очень много вот если по граням посмотреть там где у нас фломастеры перетекают один в другой в принципе цифрового шума практически нет еще один кадр с другой точкой фокусировки в общем и целом отличный кадр вы запоминайте то качество фото который вы сейчас видите потому что сейчас мы перейдем к камере Hasselblad и фотографии будут теми же самыми но по качеству съемки совершенно все иное вот таким вот образом ну переходим теперь в папочку Hasselblad те же самые фотографии и давайте смотреть пейзаж детализация центральная часть и как мы видим по краям у нас пошло мыло вот здесь вот детализация убежала и практически очертания кирпичей у нас сливаются их не видно то есть центр у нас неплох по центру все хорошо но края у нас мыльные как мы помним ту же самую фотографию которую мы сделали основным модулем там резкость у нас была по всему полю идем дальше приближение да мы можем сделать десятикратный зум приблизить но как мы видим качество фотографии не очень высокая очень много цифрового шума зато можно сделать приближение вот десятикратный зум детализация неплохая можно рассмотреть все детальки кадра то есть в принципе этот модуль берет как раз таки возможностью приближения тот же листик а-ля макросъемка второй кадр уже с приближением не совсем удачно вышел немножко смазано и немножко шумновато точно так же не смог модуль сфокусироваться у нас на ягодках они маленькие и сфокусировался на земле я очень долго и упорно пытался поймать фокус но к сожалению это не получилось елочка здесь если мы помним основной модуль справился у нас неплохо хотя было очень сложно поймать иголочки вот в таком варианте с модулем хаслблат мне кажется кадр получился даже немножко хуже чем на основной модуль камеры ну и также пробежимся по фруктам здесь у нас хурма вспомните качество фото которое показала основная камера здесь здесь вопросов по цвету нет абсолютно но есть вопросы по шумам их здесь гораздо больше к сожалению хаслблатовский модуль у нас не настолько светосильный здесь f3.5 минимально поэтому камера постоянно задирает ISO до 250 а то и 320 при искусственном освещении соответственно вылезает весь цифровой шум здесь точки у нас фокусировки были на мандаринах здесь увеличение 10 кратное я отошел соответственно ISO здесь еще выше и мы видим очень много цифрового шума хотя если не приближать то в принципе яркая сочная картинка довольно таки неплохо получилось банан точка фокусировки плодоножка здесь точка фокусировки нижняя часть и при приближении 10 кратный зум очень много шума как мы видим потому что ISO здесь у нас задирается до 320 здесь у нас фокус на первом смурфике хотя и второй в принципе тоже в фокусе но вспомните какие фото показывал основной модуль столько шума мы не наблюдали 10 кратный зум на фото смотреть без слез уже практически невозможно сплошной цифровой шум за счет того что камера поднимает ISO очень низкая светосила объектива здесь у нас фокус на лице кота мы поймать смогли но фотография сама по себе очень и очень шумная и это с увеличением 10 кратным сплошной шум здесь очень много цифрового шума если вы помните основной модуль так не шумел там достаточно качественное фото получилось без ярко выраженных вот таких вот фрагментов цифрового шума но в общем и целом если не приближать таким вот образом в принципе фотография получается неплохо здесь тоже довольно таки все шумно резюмируя в принципе основная камера снимает очень и очень хорошо и во многих моментах значительно переигрывает камеру которую вы можете купить от Hasselblad но если вы хотите заменить скажем так вашу цифровую мыльницу на телефон чтобы брать его на отдых куда-то в поездке в поход чтобы использовать возможности камеры на полную катушку использовать телезум чтобы можно было снимать какие-то дальние объекты то конечно без этого дополнительного модуля вы не обойдетесь другое дело что его цена сейчас порядка 16-17 тысяч рублей а за эти деньги уже можно купить очень неплохой фотоаппарат поэтому тут наверное я бы 10 раз подумал купить ли дополнительный модуль к Moto Z2 Play либо же просто очень хороший фотоаппарат что ж выбор за вами а я с вами буду прощаться подписывайтесь на канал ставьте лайк всем пока